Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С вами я, Ксения Неверова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, сегодня выпуски. В IT-лицее Казанского федерального университета прошла лекция академика РАН. Вопросы полилингвального образования обсуждались в Елабужском институте КФУ. Телеканал Универ ТВ узнал, кто в топе популярных блогеров в России за 2019 год. В Казанском федеральном университете работают над новым способом продления жизни аккумуляторных батарей. Подробности далее. Ученые Казанского федерального университета работают над новым способом продления жизни аккумуляторных батарей. Исследование может улучшить функциональность литий-ионных аккумуляторов, используя интеркалляционные графитовые соединения. Графит — это такое слоистое соединение, в котором листы графена просто вот друг на друга наложены, как стопка бумаги. Что такое интеркалляционные соединения графита? Это когда какие-то частицы, атомы, молекулы, они проникают между листами графена. И вот получается такой сэндвич. Графен, интеркалят, графен, интеркалят. История проекта началась в 2012 году во время работы Айрата Демеева в Университете Райса в США. Дополнительные эксперименты были проведены уже в стенах Казанского федерального университета. В результатах исследования ученые описали особенности динамики интеркалята между листами графена. Графит может образовывать интеркалляционные соединения определенного порядка. То есть вот графен и интеркалят, они не обязательно чередуются, может идти два листа графена, потом интеркалят, а может быть три листа графена, потом интеркалят. И, соответственно, вот эти соединения называются интеркалляционные соединения стадии 1, если один лист графена, стадии 2, стадии 3. И вот что мы изучали в своей работе, это вот как, например, стадия 1 переходит в стадию 2, или как стадия 2 переходит в стадию 1. Самый первый цикл интеркаляции отличается от всех последующих циклов реинтеркаляции, что важно именно для лучшего понимания функционирования литий-ионных аккумуляторов. Много вопросов сегодня, на самом деле, в индустрии литий-ионных аккумуляторов. Это как улучшить их качество, то есть как увеличить количество рабочих циклов, то есть времени зарядки, разрядки до тех пор, пока аккумулятор окончательно не умрет. Другой вопрос, это как увеличить мощность аккумулятора, то есть плотность тока выдаваемого. И здесь еще простор для улучшения литий-ионных аккумуляторов, конечно, огромный. Уменьшение веса. Данные исследования являются актуальными, так как литий-ионные аккумуляторы являются источником энергии в электромобилях, а также самым популярным типом аккумуляторов в сотовых телефонах, ноутбуках, цифровых фотоаппаратах и видеокамерах. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. Ученики IT-лицея Казанского федерального университета посетили лекцию российского математика, занимающегося теорией узлов. Об этом наш следующий сюжет. Василий Мантуров просчитал лекцию ученикам 9-х и 10-х классов IT-лицея Казанского федерального университета. В ней он рассказал о последних исследованиях в области теории узлов и задал школьникам несколько необычных математических задач. Студенты, они, как правило, уже несколько более формализованы и несколько, я бы сказал так, больше знакомы с какими-то формальностями. Они начали, скажем, изучать мат-анализ, они знают формальные доказательства. Школьники – это люди, которые для себя открывают мир, и они могут открыть этот мир совершенно с другой стороны. И я бы сказал, что в этом смысле некоторые задачи, может быть, даже лучше рассказывать в более раннем возрасте. В 2002 году Василий Мантуров окончил аспирантуру Мехмата МГУ и защитил кандидатскую диссертацию «Скобочные структуры в теории узлов». С 2016 года является профессором Российской академии наук. Выпустил двух кандидатов наук. Является организатором многочисленных конференций по теории узлов и маломерной топологии. Помимо прочего, в своем выступлении математик затронул также проблему проявления и воспитания молодых ученых в России. Я думаю, оно остается в таком виде, как было и раньше. Вот само явление того, что проявился молодой ученый. Другое дело, что как он потом будет работать, останется ли он в России, останется ли он в науке. Вот этот вопрос, он, конечно, ну это уже несколько другой плоскости вопрос. Школьники внимательно слушали лектора, решали задачи и не боялись задавать вопросы. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Елабужский институт Казанского федерального университета посетила заслуженный учитель Республики Казахстан Гульмира Хамитова. Об этом в сюжете нашего корреспондента. Елабужский институт КФУ посетила профессор инновационного Евразийского университета, заслуженный учитель Республики Казахстан Гульмира Хамитова. Участниками лекции Гульмира Хамитовой стали преподаватели вуза и представители управления образования Елабужского муниципального района. В рамках образовательных мероприятий обсуждались актуальные вопросы полилингуального образования в России и в Казахстане, а также возможности методики КЛИЛ. Это способ, когда дети, школьники изучают английский язык 50% урока и 50% они изучают предметную область. Изучение таким образом, такой подход, конечно же, способствует мотивации современного школьника, ученика, который растет и формируется в условиях современного общества, в условиях мировой глобализации. Завершили череду интерактивных лекций и мастер-классов, проведение круглого стола и обсуждение результатов встречи. Лилия Баталова, Айдар Нурмиев, Сирена Иванова, Универньюз. Подводя итоги уходящего года, команда Универ-ТВ решила узнать у студентов Казанского федерального университета имена самых популярных блогеров в России за 2019 год. Смотрим! В России, как и везде в мире, очень популярны блогеры. С каждым годом их количество только увеличивается. Поэтому команда Универ-ТВ решила отобрать самых популярных блогеров за 2019 год и составить свой рейтинг. В него вышли эпатажный российский видеоблогер Амиран Сардаров, более известный как создатель YouTube-канала с броским названием «Дневник Хача». Весь этот год Амиран Сардаров снимал собственные проекты, которые стабильно намирали миллионы просмотров. Следующий в списке – Егор Крит, любимец женской аудитории, исполнитель и автор песен, также бывший участник лейбла «Блэк Стар». После ухода из «Блэк Стар» Егор начал работать в совсем другом направлении. Стримить игры, помирился с поперечным и возобновил съемки роликов на YouTube, чем и заслужил большую лояльность. Третье в списке – Инстасамка. Резко стала самой обсуждаемой персоной последних месяцев после разоблачения ее блогером Никитой Лолом. Из-за этого многие ролики с участием Даши и ее парни набирали преимущественные дизлайки. Но это не помешало набрать сотни тысяч подписчиков и записать успешный альбом. Также в список самых популярных блогеров входит Алишер Моргенштерн. В начале года экстравагантный блогер и музыкант выпустил новый альбом и серию успешных клипов, после чего собрал тысячные залы по всей России. Наша команда решила узнать у студентов Казанского федерального университета, кто по их версии является самым популярным блогером уходящего года. Наверное, больше Егор Крит. Егор Крит. Круг интересов, так скажем. Пусть будет Амиран. Потому что мне нравится его контент и его видео. Мне кажется, Амиран Сардаров. Не Хача. Но у него самый качественный контент, который есть из всех. То есть он что-то делает. Инстасамка – это ни о чем. Амиран Сардаров, Битва за хайп. Нравится? Просто люблю. Ой, никакие. Ну, я их знаю, но не подписаны. Егор Крит. Егор Крит, да. Мы просто его обожаем. Мы фанатки. Никого. Это отсталые люди, которые снимают контент для отсталых людей. Ну, для меня, наверное, Маргин Сэрн. Он интересный как личность, просто человек. Егор Крит, наверное. Я смотрела его влоги, они относительно интересные. Развлекательный достаточно контент. Но, как бы, информацию особо там не почерпнешь, только если просто, как бы, свободное время провести. Отдохнуть, так сказать. Как мы видим, по мнению большинства студентов лидируют Егор Крит и Амиран Сардаров. Меньше всего голосов получила Инстасамка. А большинство студентов и вовсе отдали предпочтение другим блогерам. Я смотрю Артемия Леведева очень активно. Они даже казанские. Это Юля Зарипова, Алиса Мутылапова. Артемий Леведев. Ильвира Зорина, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова